итак второй этап нашей работы это берем вот эту заготовку которая уже подсохла и шкурку и начинаем шкурить спереди вот так зачищаем осторожней при нажатии она может сломаться если она у вас тонкая вот зачищаем спереди все это хорошо 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 вот здесь бакам вот так бог вот этот бок и вот этот углы проходимся углы вот видите да острый мы его можем аккуратненько сточить поддается чтобы все было гладко и сзади проходим шкуркой сзади вот эту дырочку чтобы она впоследственном веревку не провала как немножко это уже затачиваем стираем вытираем работу вот я уже зашкурила и и более менее гладкая так сейчас еще пройду этот уголок уберу делайте сразу хорошо потому что потом вы не сможете ничего исправить если есть острые углы их нужно убрать с дырочку вот у меня уже чистая работа стерли теперь вот у меня акриловая краска я ее немножко на палитру беру широкую кисточку воды немножко воды чтобы она легче разносилась чуть поменьше расход все и начинаю покрывать полностью как вот насчет слоя как хотите для меня вот лишь бы было покрыто это уже хорошо видите вот так в разные стороны без разницы в каком направлении как вы это все сделаете самое главное полностью чтобы ни единой не было свободной части смотрите потом внимание на дырочку до чтобы она у нас не была в краске так значит вот здесь сделали потом бака обязательно это предохраняет вот акриловая краска она будет предохранять от влаги потому что вы знаете что соленое тесто даже в сухом виде она может впитывать вот смотрите спи впитывать влагу и трескаться ломаться крошиться и так далее смотрите вот я покрыла да здесь вот мне неудобно я начинаю перехватывать можно оставить в таком виде подсохнуть немножко потом перехватывать да на свободные вот эти вот участки вот все 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 нам нужно покрыть и сзади тоже вот видите так вот покрыла теперь надо будет сзади покрыть но сейчас я не рискну и рискну в итоге у меня получается вот такая вот работа здесь брак решила сделать картинку все-таки на ней вот видите сухая сохнет очень быстро акрил но скажем минут 20 вот и потом будет уже следующий этап это уже картинка переносе и на вот эту вот фигурку